Мусульмане сегодня вступили в священный месяц Рамадан, а у православных христиан на следующей неделе Радоница или Пасха для усопших. Однако в связи с распространением COVID-19 в этом году она пройдет по новым правилам. Коснется это в первую очередь посещение кладбищ. Как соблюсти все традиции и при этом не подвергнуть себя риску заражения? Алгоритм действий предлагают священнослужители города. С 11 апреля по постановлению премьер-министра республики Татарстана Алексея Песошина посещение кладбищ ограничено. Исключением может стать только процесс похорон. Такие меры распространяются и на время Радоницы. На воротах кладбища Молодежное сейчас замки и объявления для посетителей. Вход ограничен. Пускают сюда только похоронные процессии. Однако, несмотря на ограничения, многие все равно приходят к своим усопшим, но в масках. Я пришла к мужу, ко всем сестрам, братьям. Я вот смогла сегодня прийти, а потом я на огород поеду. Мне некогда будет. Радоница в этом году выпадает на 28 апреля. Это девятый день после Пасхи. Тогда в храмах возобновятся панихиды. По обычаю, именно в этот день принято посещать и кладбище. Но, как говорят священнослужители, не будет ничего страшного, если челнинцы в этот раз не посетят могилы своих близких. Так как духовная, то есть молитва, важнее физического присутствия на кладбище. Церковь вообще не ставит, что есть обязательно на кладбище надо прийти именно день в день. Нет. Вы записочку подаете вовремя, молитесь в этот день, а на кладбище вы можете приехать и через две недели, и через три недели. Но целое лето впереди. Кроме записок, которые можно подать в лавках около храмов или онлайн на сайте Православное Закамье, есть возможность заказать и свечу, которую служители поставят перед определенной иконой. Для тех, кто хочет увидеть церковную процессию и в Радоницу, в группах соцсетей 28 апреля будут вестись онлайн-трансляции богослужений. Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24